Привет, друзья! Вы на канале MarsLife. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами очень важной новостью, которая будет касаться абсолютно всех иностранцев, которые сейчас находятся в Чехии, которые приедут в будущем в Чехию, и будет это касаться, как правило, одного пункта воссоединения семьи. Ранее я выкладывал видео о том, что чешское правительство с 1 апреля будет принимать новый прогрессочный минимум, будет он составлять 3860 крон. Кто не посмотрел это видео, можете переходить по ссылочке, посмотреть всю эту информацию. Ну а я вам скажу такую новость, что 1 апреля все-таки правительство приняло новую цифру. Слава Богу, это не эта цифра, конечно, для долгосрочной визы. Вот кто не в курсе, есть два варианта последней семьи, то есть долгосрочная виза и долгосрочное пребывание. Кто хочет воссоединять, грубо говоря, ребенка, то можно, конечно, воссоединять по долгосрочной визе так быстрее. Кто хочет воссоединять семью, жену, мужа и аналогично сразу же забирать ребенка, то нужно делать воссоединение семьи по долгосрочному пребыванию. Так вот, чешское правительство приняло эту сумму и для долгосрочной визы новая сумма сейчас будет, уже есть в Чехии, 2490 крон. То есть ранее была на 2200 крон и на эту цифру нужно было умножать все свои там расходы, затраты, а сейчас это будет цифра уже 2490 крон. Что это значит, ребята? Смотрите, давайте более подробно разберем этот вариант. Было раньше, то есть если мы хотели забрать ребенка и сделать визу ему сроком на 6 месяцев, нужно было показать выписку и счета, то есть из вашего банка в Чехии в районе 30-2500, 33 тысячи крон, будем говорить, будем брать. Взрослого 55 тысяч крон. На год нужно было показать цифру, то есть на 12 месяцев 81-400, это на взрослого, на ребенка 55 тысяч крон. Вот, а если берем уже по новым цифрам, которые сейчас уже будут действовать, то есть вот мы там, допустим, поедем поддаваться на воссоединение, либо кто-то из вас поедет, вам уже нужно будет показать цифру на 6 месяцев, на взрослого 62 тысячи 250 крон. На ребенка на 12 месяцев, если вы делаете визу, то нужно будет показать также 62 тысячи 250 крон. Если вы хотите сделать взрослому долосрочную визу на 12 месяцев, то есть там студенты, либо опять же приехать под долосрочной визой, там ваша жена, либо муж, то нужно показать сумму в 92 тысячи 130 крон. То есть такая вот информация. На 6 месяцев показать на ребенка нужно будет показать в районе 33 тысяч крон. То есть вот такая вот система, это конкретно под долосрочной визой. Что нужно показать? Способы подтверждения проживания для долосрочной визы. Это выписка из счета в банке, это может быть другой документ о финансовом обеспечении, также действительная платежная карта ваша, то есть чешская карточка. И студенты могут предоставить обязательства, выданные государственным органам, или доказательства того, что все его расходы, связанные с учебой и пребыванием будут оплачены принимающей организации. Всю эту информацию вы сможете узнать в ссылочке, которую я поделюсь под видео. Там есть полная эта вся информация, это уже принятый закон, принятая сумма на украинском сайте, на украинском визовом центре, посольстве, консульстве в Киеве и Львове. Еще эта информация не обновлена, но в Чехии она уже обновлена, так что пользуйтесь этой информацией и будьте уже усведомлены, что поменялась эта цифра. Что касается прожиточного минимума для долосрочного пребывания, то здесь тоже поменялась вся сумма, то есть этот пункт, который будет касаться у нас уже в следующий раз, когда заберем ребенка и будем продлевать, делать документы на долосрочное пребывание уже ребенку, то здесь уже на первого человека, то есть на взрослого 3860 крон прожиточный минимум, на второго взрослого это 3550 крон, на третьего, то есть идет 3200 крон, ребенок от 15 до 26 лет, то есть там студент 2770 крон, ребенок от 6 до 15 лет 2420 крон и ребенок до 6 лет 1970 крон, это сумма прожиточного минимума. Также изменилась сумма на расходы на жилье. Сейчас на первого взрослого, то есть 8577 крон, второй 11929, третий 15953, четвертый 19617, ну и более там идет такая сумма. Что это значит? То есть для того, чтобы вам нужно показать, была сумма на долосрочное пребывание, вам нужно, ну в зависимости, конечно, сколько у вас там человек будет воссоединяться и так дальше, я расскажу на своем примере, то есть я, у нас двое взрослых плюс ребенок, то есть это мы берем сумму, первый прожиточный минимум, первый взрослый 3860 крон, плюс идет второй взрослый, то есть моя жена 3550 крон, и плюс ребенок от 6 до 15 лет 2420 крон. Все эти суммы, то есть мы суммируем, получаем общую цифру 9830 крон, это сумма прожиточного минимума на троих. Дальше, расходы на жилье. Если будет три человека, мне нужно показать цифру 15953 кроны. Мы их суммируем, получаем 25783 кроны чистого дохода, мне нужно будет показать при оформлении долгосрочного пребывания в Чехии. То есть если у нас сумма эта не показана, то может быть отказ. Как выйти из этой ситуации, то есть многие так делают, вы вместо расхода на жилье показываете договор вашей аренды, то есть съем вашей квартиры. В нашем случае это 11500, плюс наша аренда за квартиру, плюс там коммунальный, это все вы показываете, и плюс 9830 ранее сказанные на троих человек. То есть выходит сумма уже 21 330 крон чистого дохода. Это та сумма, которую нужно будет показывать. То есть на своих примерах также вы можете уже посчитать, уже ознакомиться более подробно. Кто живет в Праге, в Праге там отдельная графа, с ней вы можете тоже ознакомиться на сайтах, информации очень много. Поэтому такая вот система, такая новость, не знаю, она хорошая, плохая. Делитесь своим мнением в комментариях, но это уже факт, который уже принят, и никуда от него не деться. Так что вот такая вот информация, с которой хотел с вами поделиться. Ну, а кто не подписался, подписывайтесь на канал. Если информация была полезной, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.